Евреи выходят из рабства египетского и путешествуют по Синайской пустыне. Но всего несколько дней назад освободивший их фараон теперь решает погнаться за ними для того, чтобы вернуть их в рабство. Он догоняет их на седьмой день, когда евреи доходят до Красного моря. И теперь перед евреями вода, за евреями армия фараона. Но происходит чудо. Красное море рассекается, евреи проходят по суше, по дну моря. Когда гонящаяся за ними армия фараона ступает на дно моря, то вода возвращается, захлестывая армию фараона, и она погибает. С этого момента евреи становятся полностью свободными людьми, потому что даже армии, которая могла бы их вернуть в рабство, уже не существует. Поэтому Песах отмечается семь дней или восемь дней вне земли Израиля. У этой истории также есть и духовная сторона. Каббала метафорически называет сушу материальным миром, в котором мы живем, а водой, океаном или морем духовные миры. И это в частности потому, что все, что находится в материальном мире, доступно для наших глаз. А вода скрывает своих обитателей. Точно та же, как материальный мир открыт для глаз всех, но то, что находится в духовных мирах, скрыто от нашего глаза. Когда евреи были в Египте, они были порабощены египтянами и занимались тяжелой физической работой. Они погрязли в материалистичной культуре Египта. Они видели себя, как исключительно материальные существа. Когда они подошли к Красному морю, и оно рассеклось, когда они увидели то, что происходит внутри воды, они, согласно Каббале, метафорически увидели духовные миры. Они увидели свою духовную сторону. Они поняли, что они не только материальные существа, но и в основном духовные создания. И это и было то, что сделало их полностью свободными людьми. Потому что человек, который смотрит на себя, как на исключительно материальное существо, ограничен всеми материальными телесными заботами и не может подняться выше них. Человек, который смотрит на себя, как на исключительно материальное создание, видит себя, как запрограммированного компьютера, который невозможно изменить. Он не может преодолеть свои материальные ограничения. Душа — это то, что позволяет человеку возвыситься над своими материальными ограничениями и видеть себя, как свободное существо. Именно поэтому только после того, как евреи прошли по дну Красного моря и увидели себя, как духовные создания, они почувствовали себя полностью свободными.